Итак, посадим Лоизель в Зайтиск. Это необычная машина. В ней переплетены упругая плоть и изъеденный металл. Она ждет чего-то. Лоизель одобряет. Зайтиск, концентрированная чистота в Лоакид. Мой долг, мое право. Расследование, осмотреть устройство. Давай, Лоизель, ты это заслужила. Так, давайте сначала расследование. Машина представляет собой изобретательное сочетание анатомической модели Элитиды и металлических деталей. Она источает псионическую силу, намекая на дороге к непроницаемому разуму и невиданным мирам. Отойди, мой час настал. Давай, Лоизель, ты это заслужила. Отжи, Лоизель, сперва я. Не, давай ты. Слава, Лоакид, да будет так. Лоизель одобряет. Невидимое лезвие растекает твой разум на двое. Непереносимая боль пронизывает твое тело и кости одновременно с телом Лоизель. Мудрое внимание, псионическая сила заятиска искажает мысли Лоизель. Если она выживет, ее разум и тело будут страдать. Ты чувствуешь, как рвется и вворачивается наизнанку сознания Лоизель. И это очищение? И это исцеление? Ну-ка, мудрость призвать своего паразита, показать Лоизель, что она теряет. Тридцать! Так, ладно, убеждение. Уходи отсюда, Лоизель, ты не переживешь этой пытки, а? Ё-моё, все равно тридцать. Вы что, охерели? Вот опять же, кто говорил, что двадцать одно выкидывает у тебя в любом случае? Нет, двадцать один неудача против тридцати. Нет такого, что двадцать один все контрит. Так, ну-ка, свиток попробуй приворот гуманоли. Это капец. Сложно. Фух. Свиток израсходовал. Приворот гуманолида. Да, я, да, чувствую расщепление, жжение. Лоизель одобряет, остарен одобряет. На эти лекарства. Что за безумие? Зайтиск чуть не уничтожил меня. Я Гитьянке. Я не стану к Хайкам. Нет, не может быть, не может быть. Как же мои права? Еще немного случилась бы беда. Повезло тебе, что я опять тебя спасла. Это ведьма гостиственновидение говорит. Я следовала уставу, я хранила веру. И все же Зайтиск чуть не убил меня. Наверняка его испортила Густель. И это какое-то нарушение порядка, что я осознать не могу. Как, впрочем, и все эти ясли и лик. Целительница изменится? С чего ты это взяла? Этот Зайтиск какой-то неправильный. В нем что-то подменили. Другого объяснения быть не может. У Влакит должна быть цель, некий план, который мне не положено видеть. Я верю в свою королеву. И очень скоро она вознаградит меня за это. Иначе ей быть не может. Ну, верь, верь. Так, Лейзель, обворожение. Не может атаковать заклинателя. Заклинатель получает преимущество при всех проверках, а. Так, там говорили, я много читал вот про дебаф. После взрыва этого Зайтиска. Но кажется, я ничего не получил. Никаких дебафов. Да, кажется, не получилось. Кстати, смотрителя надо. Отлично. Дым поднимается, как пара дыханий. Однако то подобие жизни, что наполняло ранее Зайтиска, исчезло навсегда. Да, хотел бы добавить насчет того, что не жалко этих гетьянок. Наверное, жалко тех из них, кто могли бы еще измениться. Вот тот молодой парень, которого инструктор шпынял. Можно было бы из него какой-то нормального, так сказать, человека вырастить. Но, к сожалению, тут, как и в прочем, в жизни нет возможности с ювелирной точностью наносить удары прям только по тем, кто этого абсолютно заслуживает. То есть другие попадают под удар, тем более, что они, по сути, являются их ресурсами людскими, которые они используют, чтобы потом всех порабощать, пытать и так далее. Мир несправедлив и несовершенен. Так, я просто не могу понять, мне ее добить можно? Так, и теперь она мертва. И опыта за это не дали, да? И смысл-то в чем был? А если ее исцелить? Наверное, драка просто будет. Видимо, это какой-то баг, очевидно. В нокауте, но совсем. Так, давайте используем долгий отдых, потому что мне навтыкали тут. Вообще, капец эти. Слушай, а Рабелла все-таки что-то не уходит. Никак. К этому подходит постоянно к иссохшему. Ночь же без сюрпризов. Так. Идем разбираться с этими. Тоже с ними сейчас драка будет, скорее всего. Конечно же. Там еще вот этот. Ну а че они, а че они? Атака парирована. Вот это я понимаю, выстрел. А-а-а! Вон там, там их не двое, там еще вот эти, да, по бокам. Ничего страшного. У меня еды и столько, что я могу себе позволить впитывать урон. Так. Эм... Что-то я не понимаю, почему у меня тут выстрелов нету среди... Ну хорошо. Ого, а че-то многовато урона. Ого, решил прийти ко мне лично? Ладно, это Карлах разберется. Конечно же, промах. И еще 25%. Что-то вообще. Есть попадание. Так. Вот и все. Да ты че, прикалываешься? Решил спуститься пониже. А не Астериона фокусит, видимо, потому что... О, нифига себе, она же даже по кислоте зарашила. Да хватит уже промахиваться. 60% вероятность. Это просто... Невероятно. Офигеть. Ну сейчас она Астериона нокаутирует. А, нет, она сгорела... Догорел от кислоты. Так, че-то тут у нас арбалет гетьянки, всякая жрачка. Эликсир устойчивости к кислоте. Значит, там больше никого и нету. Ладненько, сейчас вот это вот залутаем. Да, все, я сюда добежал, никого больше нету, не осталось. Так, отдохнули и хватит вперед. Так, все, я все эти быстрые отдыхи использовал, чтобы полностью Астериона отрегинить. Так, тут все зачищено, огонь. Так, ну что, давайте менять состав. Потому что для этой локации нам по-любому нужен Хальсин. По-любому нужна ShadowHat, потому что их локации, их квесты, богиня Шар. У Хальсина вообще один из главных квестов. Так что находились мы с Лаезель, сами понимаете. А Астериона я не могу исключить, потому что он единственный взломщик. Вообще без вариантов. Да и он с лука очень хорошо... Хотя, по сравнению уже с вот этими пехотинцами, даже Астерион слабый уже с луком, если честно. Он стреляет один раз какого-то хера, и эти атакуют он по многу раз даже с лука. А разница в меткости там буквально 5%. Ну там в стелсе, да, в стелсе он рулит. Но, ну такое себе. В общем, без Астериона это с мной персонаж, соответственно, тоже никак. Лаезель и вот Карлах нужно заменить на время вот этой миссии. Потом, может быть, их опять привлечем, посмотрим. Так, кстати, вот что у нас тут по квестам обновилось. Вроде Бая. Так, во вратах Балдура. Это завершено. Так. Так, с последним юстициаром. Кровь Латандора. Секреты артефакта. Так, стрейд. Не стоит терять время зря. Заберемся перво с Кетериком, потом отыщем Восса во вратах Балдура. Тренировочный зал в яслях. Это оказалось познавательно. Все гиды-наставники настолько же беспощадные. Мой Саварш никогда не опустился бы до угроз какому-то сопляку. Пустая трата времени и сил. Ученики сами вычищают слабых из своих рядов. Я прикончила четверых своих сокурсников к тому времени, как Клир сделал сто оборотов вокруг Торила. Это отвратительно. Гитянки настолько не ценят жизнь. Не все жизни стоят одинаково дорого. В моем народе нет места трусам. Каждый ученик, убитый моей рукой, был либо слишком слаб, чтобы выдерживать занятия, либо слишком заносчив и лез в драку, в которой не мог победить. Их жизни ценности не имели. Они были гнилью, от которой и надлежало избавиться. Сила гитянки меряется по самому слабому воину. Даже Квир Двензир, убийство слабейших, делает нас сильнее. Подожди меня в лагере. Сучка. Радость моя. Ты знаешь, у тебя в Верне был друг, ты не рассказывала. Что такое дружба? Флот, ты видел своими глазами. Одной рукой она тебе поможет, другой сердце раздавит. Я всегда держалась с ней на стороже. Она умела меня рассмешить, даже когда мне было совсем не до смеха. Будь она кем-то другим, мы могли бы вправду стать подругами. Она дала тебе записку, что там было. Ничего интересного, обычной манипуляцией комбиона. Жаль, мне кажется, она что-то для тебя значила, пусть даже совсем немного. Да, наверное, хотя меня блевать тянет, когда я это признаю вслух. Дьяволы они такие, сучьи дьяволы. Всегда найдут, как бы вывернуть тебя наизнанку. Придется побыть в лагере. Так, шадоу хат. Да не оставит нас, госпожа, страдания. Тебе что-нибудь нужно? Пойдем со мной. Так, и кого я там еще хотел взять? А, точно, где этот друид? Вон он, хальсин, вон. Так, нужна твоя помощь. Отлично. Так, ну давай их, конечно же, прокачаем. Так, ничего нового. Хальсин тоже. Тоже ничего нового. Отлично. Так, возможно, кровь латандера лучше дать шадоу хат. Ну-ка, посмотрим. Нифига себе, надо как светится. Она априори должна всех подсвечивать, по идее. 5-16, 5-17. Раблет гитьянки получше будут. Ну, получше топор, брат, который у меня был. Еще я подумал, оружие на самом деле у меня херовое. Топор и стропитель там, потому что урон доп наносится только с условием. А я не всегда сражаюсь против растений, насекомых или маленьких существ. Так, может, скиментарь юстицара во вторую руку. Вот так вот. Два клинка получится 8-13 и 3-8. Маловато, конечно, но посмотрим. Время покажет. Ой, интересно, я могу тут эти перчатки ловкости и ловкость увеличить. Я, наверное, это возьму. Лучше, чем перчатки какие-то силы клятвы. Я редко силы клятвы использую. Нифига себе, у меня ловкостью 17 стала. Сил 20, ловкостью 17. Охереть, я должен быть вообще убийцей теперь, разрывателем. Перчатки воинственных небес дам друиду. Так, друиду дам вот это кольцо, чтобы он игнорировал местность. Там нельзя было его парализовать, обездвижить. Амулет лучше вот это возьму, критический паралич. Когда нашу крит, то могу парализовать. Заместо разговора с мертвыми. Себе нормально. Это амулет, наверное, херовый. Глаза наблюдателя. Лучше вот это возьму, месть природы. Когда на какой поверхности стоит еще, например, огненные призывы заклинания, наносящие урон, цель также страдает от эффекта этой поверхности. Интересно, от земной будет страдать, просто если стоять. О, и друиду, что не могу на льду подскользнуть, как раз он лед кастует. Так, я хочу просто посмотреть, глянуть дорогу во ворта Балдура. Это, в принципе, последнее место, где я еще что-то не сделал. А то вдруг там потом все пропадет или типа того. Я просто... Я не буду переходить во ворта Балдура, я просто зачищу. Или не зачищу, не знаю. Короче, сейчас посмотрим. Там какую-то я армию видел, вдруг она потом пропадет. Когда я там спущусь вниз или еще что-то. Бесчисленные далекие силуэты не оставляют сомнений. Впереди ждет настоящая армия. Есть точка, в которой храбрость превращается в глупость. И идти вперед сейчас было бы очень, очень глупо. Я просто потещу. Я не боюсь, мы должны идти вперед. Что будет? Тут не было предупреждений. Да, мы в передряжку попали. Че? Это че такое? Ага. Меня просто тупо не пускают туда, пока я вот здесь все не завершу, видимо. Охереть. Войдем же в царство теней. Все готово. Твой отряд собран, вы готовы. По крайней мере, ты на это надеешься. Да. Благовейный ужас охватывает тебя. Стоит войти в воду. Дальше раскинулись владения шар. Царство теней. Стоит войти в воду. punten. Владычица Шар Я ощущаю ее присутствие повсюду Это ее владение Это царство теней Ты расчистил для меня путь верный Потенциал у твоей плоти не дурной В награду я позволю тебе взглянуть на вершину моего искусства Это царство темной владычицы И ему здесь не место Как ты сюда попал? Очень просто, я последовал за тобой Похоже, Шар до сих пор держит обиду на моего господина, генерала Торма Когда я потребовал входа его именем, она отказала К счастью, ты идеально подошел для того, чтобы проскользнуть через ее защиту Теперь песня ночи уже совсем близко Как изощренно тут все обустроено Стоило ли так стараться ради какой-то реликвии? Вне всякого сомнения Впрочем, можешь не верить мне на слово Пойдем, ты убедишься своими глазами Тюрьма, песня ночи Я думаю, что я словно перышко Легчайшее дуновение ветра подхватит и унесет меня Ага Вы не представляете, сколько у меня сейчас времени ушло Дело в том, что я давно проходил Я почему-то тогда решил не выковывать окончательно там какое-то оружие И вот этот по квесту завершить оружейный шедевр И в общем, я сейчас капец сколько искал эту кору Сусура Куда я ее дел Думал, да что ж такое, не мог я ее потерять Уже все, блин, это пипец, сколько времени ушло Оказалось, я ее уже здесь, видите Сам себя перехитрил Я уже все подготовил здесь Уже ее растворил, поэтому пламя синим и горит Вот Осталось только положить сюда какое-нибудь оружие Я сделаю кинжал из Сусура Он не моту накладывает при попадании Потому что двуручка уже вообще никак не катит Там урон слишком маленький Это уже как бы устаревшая хрень Так, тюрьма, песня ночи Так Все, больше никаких квестов не пишет Значит все отлично Я выполнил все квесты, я идеально подготовлен Ты идеально подготовлен, мой ученик Как Ситх сказал Так Плавное падение Замедляет падение Даруй не восприимчивость к урону от падения Типа астрального плана Что-то, но только не астральный план Ого Че, они намекают на то, что мне туда надо? Спустись к ней Да уж Так Разбитый щит, сломанная пика Юстициар, ловец душ Еще совсем немного Узри, как я служу тебе, владычица Шар Услышь мое слово, вера Слушай ее Благословенная ночная пиву Неузримая любовь Шлем темного щитцара Шлем темного щитцара Смотри на нее Спустись к ней Убей ее Я изгнала из своего сердца ложь Слушай ее Убей ее Я победила твоих врагов Спустись к ней Смотри на нее Ближе Надо продолжать Слушай ее Воля владычица Шар Будет исполнена Неотвратимо Как наступление ночи Вон она Что-то Сразу три квеста Прям там Избранница Шар Песня ночи Найти реликвию Кетерика Торма Я конечно наслаждаюсь Нашей долгожданной беседой Нам пора начинать Делай что хочешь Помешать Не в моей власти Но ты знаешь Как знаю я Однажды я приду за тобой Непременно Это песня ночи Певица Печали Бедное дитя Ты слишком увлекаешься Своими кровавыми фантазиями И как бы тебе не пришлось Больно разочароваться Вот она Офигеть Она в этих Кандалах Певица Печали Так я думаю Что Что самое время Всех призвать А нет Друид не умеет прыгать Его призывать Смысла нет Я имею ввиду Тех Кого Может призвать Они не умеют прыгать Ладно Кто-то идет Должно быть очередной юстициар Ты так надеешься На новых гостей Неужели со мной Одним тебе не весело Я готова тысячу лет Прожить в полном одиночестве Лишь бы не видеть Твои прогнившие рожи Тысячу? Всего-то Бальтазар Пришел надежнее Запереть мою клетку Или может помочь Будущему юстициару Найти мое сердце Клинком Что ж Вперед Взвали на себя Побольше грехов Тем слаще будет Мое возмездие Мы так давно вместе А ты все еще не ценишь Моих даров Эйлен Печально Когда красота Не знает своей цены Но генерал Торм Он тебя ценит И он и хочет Чтобы ты была рядом Поэтому я пришел Чтобы вернуть тебя ему Кетерик Я буду рада Его увидеть Спустя все эти столетия Того Чего бессмертие Питается моей собственной душой Для тебя Генерал Торм Я уверен Что с ним Ты будешь Паинкой Но я на всякий случай Принял Кое-какие меры Не подходи Мне придется Серьезно Сосредоточиться Чтобы надежно Зафиксировать Эйлен На время пути Так Подожди Песня ночи Это человек Что ты собираешься с ней делать Я не дам тебе забрать ее Бальтазар Что ты собираешься с ней делать Отвезти ее домой Что же еще Эйлен Нечто большее Чем тебе кажется Она Асимар Чью душу Я посадил В собственную Изготовленную клетку Чтобы питать Генерала Торма Силой ее бессмертия Ее силы Его воля И мой гений Непобедимый союз Что за безумную чушь Он несет Бедный Бальтазар Черви давно Сожрали его мозг Придержи язык Эйлен Или снова останешься без него А ты Хватит вопросов Больше не вмешивайся Жред шар Это ты вмешиваешься Туда где вершится Воля владычицы шара За это ты умрешь Тогда давай Отведи песеночек Кейтерику И дело с концом Если именно благодаря Ей Кейтерик Торм не уязвим Я не позволю тебе забрать ее Убирайся Или можешь считать Что ты уже мертв Хватит надобрять Мертв У тебя уши залепило Да Может я оживлю Твой труп И ты вольешься В мою свиту Тогда у тебя будет Сколько угодно времени Чтобы обдумать Свои ошибки Давай закончим По-быстрому Тихо 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 С Harmін Оживленный Храмовый Защитник Уязвимость к дробящему Не спрямчивость к яду так но тут однозначно у него чего этого мудака командир перерожденных аура защиты нежить а устойчивость так защите плавная падение защиты нежить ага обладает устойчивостью дробящему режущему так ускорение так ладно устойчивость давай молот потому что вот этих вот тоже мы так сможем запиливать давай молот прямо сзади него так и тут однозначно нужно призрачных стражей а это чё за хрень бич отступников уже уже по нему чё не прошел урон но одного я кстати это одного я запилил так астрион так бич отступников устойчивость к дробящему слепота какой-то здоровый слишком он еще мне кажется это были на еще один здоровый может быть просто сосредоточиться на бальтазаре хрен его знает а это тоже ослеплен нет этот не ослеплен надо этих двоих мне кажется слепить здоровьяков самых ну конечно промах иначе просто невозможно ах ты сука у меня он здесь прям один заспаунился блин от всех отгреб от всех курсы такая-то чувак финн а вот заставить потерять равновесие неплохо конечно я мог его скинуть тоже с обрыва но 99 процентов шанс попадания я думаю что я его добью один есть гад так хальсин так надо с элементалями а что-нибудь на огненного наверно призову отлично так бонусное действие мне одно так и в медведя наверное обворожил а нет хорошо хоть элементально себя часть этих мудаков отвлёк ой оружие блин у них еще лучники долбаные чё ты их вообще капец звук у них там и магии кого только нету я они вообще обложили со всех сторон серьезная серьезнейшая битва божественный удар битва битва наверное самая серьезная предварительно но за все время уже давно я таких не помню мудаков джинс но скорее всего придется использовать свиток воскрешения но для кого-то не страшно О, дезориентацию на мудака наложил Отлично Так, огненный у меня здесь Вот тут надо подумать, перегрев Это в каком радиусе? Как раз три этих мудака могу задеть Троих мудаков А почему? А что это такое? Я вот этого не могу Интересно Так, это же мне урон не нанесет А, вот так вот неплохо Зараза О, на Астариону слепоту наложили Это херово на меня Так, я не должен поскальзываться Хотя на медведя непонятно снаряга действует или нет Урона пипец Пипец он херачит Да, тут без воскрешения уже точно не обойтись На сей раз Все, Астариона уже вырубили Так, луч солнечного света Я, в принципе, могу, конечно, как-нибудь встать По-хитрому Так, на сколько он? Да пошел ты, гад! Так Всегда на шаг впереди тьмы Пещерный медведь получает вдохновение За что? Так, оружие у меня уничтожилось, да? Давай еще призовем сюда оружие Можно попробовать вот так еще вот этих вот мудачин Не, что-то они не задамажились Да, у меня прям проблемы, проблемы Так Надо бы себе отхилять Можно, конечно, к этому мудачине переместиться А почему, собственно, нет? Зачем с этой мелкотой мне? Тут разбираться А вдруг я перемещусь, а все без толку Давай попробуем вот этого нокаутировать Палач Медведа, ахереть, как задамажили Так Могу вот этого еще вырубить Да какие промахи нафиг Меня тут убивают Обвражил, кажется, какого-то мудака Хорошо, хоть у меня стариона не добивают Слушай, надеюсь, если я его Тут уже что-то даже речи не идет о том, чтобы его вырубить С такими проблемами Это жесть, сколько урона На нахер Ух ты Меня в сон вырубили Да, мы, слушай, мы даже так проиграть можем Придется переигрывать А оружие не собирается атаковать? Этот как бы двигается Почему оружие не атакует? Ахереть У него типа игнор полный Кто-нибудь пробудил меня ото сна Так, свитков у меня, конечно же, нету Ахереть, вообще всех навырубали Так, сколько он отриген? Мало, мало что-то восстанавливает, конечно, отригенка Может, мертвецов каких-то Живление мертвецов Зомби Упырь Летучий упырь Там есть более крутой нежитью Это самое Но, видимо, не дано, да? Да, видимо, не дано Смертельное облако Да, неприятно, а что делать? Как это недостаточно очков движения Это что, только рядом ты его можешь каставать? На Так Да, охереть, в этом облаке ничего нельзя Тяжелая, тяжелейшая битва Вообще, всех навырубали ее Не, все, она одна осталась Уже не вытягиваем Надо переиграть Так, я могу, во-первых Призвать Ну, призвать, как минимум, скелета я могу Так, молот Ну, я бы его потом, конечно, призвал Ну, ладно Чтобы для экономии сразу призвал Так Нужно призвать Вот эту Вайду тоже Вообще, их нужно бы немножко расставить Я даже, наверное, скелета наверх поставлю нахрен Опа, длинный меч, он может? Не, не может Это пройдет с Астриона Если можно его наверх поставить Вот сюда Для преимущества Или вот сюда От ненависти становишься уродливой Бальтазар Так, в Стейлсе вроде бы можно Астриона туда провести Вроде бы Жестоко, Эллен Жестоко и неверно Как я могу ненавидеть свой собственный шедевр? Возможно, ты прав Может, ты не способен даже на ненависть Эллен, умоляю Оставь Твои оскорбления уже сто лет, как потеряли свежесть Так, Вайду сюда В последнюю очередь мы оружие призовем у Шадоу Хат И у друидов последнюю очередь призовем это У нее, наверное, Вайду эту Вдруг она исчезает Хотя, может, она и не исчезает Так что, давайте попробуем Сейчас узнаем, заодно исчезает она или нет Ну-ка, может, мне прокачать еще ускользание Чтобы от падения больше урона получали Ульту-то это не открывает Почему-то нет Ну, это такая себе способность Так, а тут пассивка есть интересная Где дохерищ всего прокачал Ну, попробуем Не факт, что получится Вот так я расставил Хальсина сюда Этого сюда Скелета сюда Своего тоже сюда Перса Сейчас попробуем Все то же самое Идет до битвы Так Погнали Битва Заначнется битва Сразу в друида Почти полхп Ее больше, чем полхп снес, сука Не знать бы, кого еще лучше сносить Так, ну однозначно Дробяющее оружие вот сюда Однозначно Призрачных стражей Чуть-чуть вот сюда подойдем Чуть-чуть вот сюда И по сути-то бегать Дамажить мудаков Так, у меня же есть теперь тоннель силы Броситься вперед О, могу сейчас троих отбросить Либо как Как далеко я смогу А, нет Все-таки ограничения есть Так Ну это действие Хрен его знает Ну надо протестить Как это работает Я убил хоть кого-то? Да, только почему-то Только один получил урон Так, вызов на дуэль Не могу до этого дотянуться Так, могу опутать Здесь этих мудаков Всех, кстати И тут больше никого Кроме этих нету Так что, наверное, стоит их опутать Заодно этого опутать Теперь посмотрим, что ты скажешь на это Так Так Так, еще можно Да Шипастые Чтобы хера не прошли Так, я бить пока не могу Пока нет Можно его ослепить Этого мудака Попробовать Но я, наверное Не дотянусь Хотя можно попробовать Вот сюда Вот подойти О, уже дотягиваю 75% Есть Слепота есть Все Огонь Так Можно еще вот этого Вот Подсечку сделать Это что он такой крутой Посмотрим, как теперь они Уже поют Так, ну это лучник В Бальтазара бы, конечно Фокусить, падло Чего ж так мало урона Жесть Ого Они из-за атлетики Могут игнорить урон Даже от местности Ээээ Тихо-тихо Не теряйся Он здесь Спарта Применил на мне Смотри Ну теперь вот урон Пошел хотя бы О, полезли Падлы Полезли Ты посмотри Ёб твою мат Вы это видели? This is Sparta Он опять применил на мне Он нахер Астриона Вышеб За карту Ладно Ничего Мы воскрешение Потом используем Так, сейчас Еще нельзя Надо подумать Может быть Лед на нем Попробовать Он может По идее Подскользнуться Сука Нет Он не подскользнулся Но в медведи Все равно Превращаюсь Это не Вайду Вырубили Жесткие О, а что так быстро Эти корни-то прошли Они там Я думал Много ходов Наверное И концентрацию Сбили Типа О, дезориентацию На него наложил Так Он хочет Вышибить Shadow Hat Сука Ну хотя бы Тут не было Здесь Спарты Положить конец Твоему идиотизму Простое милосердие Так Я могу Воскресить От стариона Прямо сейчас Где там У меня куча Этих Сфитков Была Я еще Ни разу За игру Не использовал Ээээ А Тут то есть Нельзя по портрету Его воскресить Цель Слишком далеко Тут мне Вот этот Мудачок Мешает Могу туда ТП шнуться, типа Или вообще сосредоточиться на Бальтазаре Бонусное действие Давайте попробуем на нем сосредоточиться, на мудаке Что-то мало урона Они концентрацию, что ли, постоянно сбивают? Так, ну можно попробовать Вот так вот, тоже их Всех существ Я-то не существо, так что меня не ослепит О, глупец, думаешь, сразив мое тело, ты меня убьешь? Не знаю, но я тебе все равно сружу Так, о, я могу даже пройти Он меня не атакует, вот эта мудака Лучше пройти, конечно А, у меня есть эти Просто они не отображаются, что ли? Стражи или как их там Что-то ничего не могу Скелет сейчас розетта Ух, суки Может, если его убить, они сдохнут Я на это рассчитываю Он же их призвал, он призыватель, типа Я могу, по идее, спрыгнуть И сконцентрироваться на том, чтобы его разрывать Мало Ну, блин, ну чё ж Чуть-чуть не хватает 10 хп у него Мне еще кем-нибудь бы подходить Кем угодно Дайте мне ход, дайте Что-то. Несп 만약 dramatic Если я удачу Учстра, то он заставил Он умеет А�� nu Гоя Решая Надо Мво Решая испытание на слепоту прошел сука ты жалеешь об этом ухты 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 он мишку моего разбил да ударьте его кто-нибудь ну что ж такое то ну он делает что хочет сука 13 хп он еще исцеляется так туманный шаг тебя достану падла я болена придется получить урон нет другого пути надо его добивать этого гниду во-первых почему я не могу по нему что за прикол это почему не могу сюда за тпшится недостаточно движения в смысле какая жуть нам туда хотя бы астриона воскресить то я могу астрион должен быть цель должна быть мертва астрион вот так выберите точку назначения ну с одним хп конечно это такое себе воскрешение я могу метнуть в него что-нибудь например взяли исцеление недостаточно ресурсов действия попробую этого муж тоже ничего не могу блин метку охотника нихера не могу так ну хотя бы ты так заклинание есть я бы на самом деле чем-нибудь бы его жахнул бы пять сорок вот во во стоит это сделать есть шанс что я его сразу да суки жах не по нему все по мне бьют я должен какая-то жуть пройдут дорогу из смертной тени недостаточно 4 хп все ее сейчас вырубят ну естественно астриона вырубили только зря свиток потратил но он конечно вообще в наглое ускользает падла будет прикол еще если окажется что когда его убиваешь вот этих вот вот эти вот все равно продолжают жить так но я должен дотянуться какого лешего в чем вообще дело сдохни падла есть жертва преследования выпустить трупу всю кровь все я его убил но эти остались живы суки а так в медведа снова но он самый мощный был он больше всех наносил дамаги очень неприятные хотя и эти здоровые тоже неприятные по крайней мере я его выключил и узнал что к сожалению вот эти падлы не исчезают надо бы возрождать всех ну ладно главное еще чтобы они не сталкивали меня с этих с краев тут аж скелеты теперь даже они затупили ну оттупили быстро что он бешеный просто то есть вроде как бы ну за счет количества бешеный урон получается их очень много они как зерки какие то на сука так кого бы еще на эту падлу даже расходовать падлу так и я не могу прорашить да я не могу могу бонусное действие потратить этот спрыгнет потом и тоже меня атакуют короче хер его знает так один готов на эти падлы так оружие у меня там еще держится надо вот сюда вот оружие перепризвать на зелий как всегда не хватает ооо ее сейчас да ее сейчас охереть они добивают еще добили остариона вот зачем выражение когда он уже походил это чисто на тех у кого там по 2 атаки и причем на тех у кого по 2 атаки это почти никогда не срабатывало такое бесполезное я бы сказал ну что кто еще падла я наvey на 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 все ну Они огребают. Никого. Неужели я никого мощного не могу призывать? Нет. Надо вот с этими что-то делать тоже. Так, давай облик вот этого. А что, он ходить? А, нет, может. Ну, хоть когда-то повезло и убил я кого-то хотя бы с первого раза. Это что такое было? Я промазал? Нет, слушай, смотри, у меня все заглю... Да, критический промах. Такого не бывает. Я вызываю тебя на дуэль. Надо вот этого доставать. Контратака давай. Хилки у них очень слабые, но, видимо, я хилки использовал такие, которые... У меня аж все закончилось. О, сука. Отлично. Не дотягиваюсь. Ну все, я победил. Жесть Астриона там, но втыкали. Фух. Не понял. Ну вот. Я думал, что залутать не могу. Какие-то... Какие-то херовые у них доспехи. Я их, конечно, прочекаю, но даже таскать это с собой неохота. Весит много, а стоит дешево. Ну я проверю. Надо всех проверить, мудаков. Что это за табличка? Кровью ее будешь помазан, темный юстицар. Так, момент истины. Что главного мудака в инвентаре? Разговор с мертвыми. Колокольчик призыва голема. Призывает в бою мясного голема Бальтазара. Этот предмет работает только в вызове шар. Обруч костей. Нежить союзники в пределах шести метров получают устойчивость к дробящему и режущему уходящему урону. Вот мудак. Кинжал. Еще некротический у него плюс. Исследование клетки души. Книга ширина письменами, выполненными трясущимися дерганым почерком. В ней говорится о некой клетке души, что привязывает жизненную силу одного к другому. Грубый рисунок изображает две стоящие рядом фигуры. У левой из груди торчит кинжал. У правой в груди мы видим рану в том же самом месте. Цель не должна быть нежитью. Поговорить с ним нельзя, если что, через разговор с мертвыми. Канал существует благодаря вашей поддержке. Благодарю. Никита Никитинский, Дмитрий Руперт, Максим Черный, Дмитра, Алексея Бахака-Израильев, Сварак, Винтеркилз, Никита Ульянов, Дмитрий Мордасов, Бешеный Ботинок, Евгений Соловьев. Спасибо. Ну что, решаем. Бальтазар все-таки спустил свой зловонный дух. Жаль, что его жизнь оборвала не моя рука. Это ты убила его. Ты, идущая снискать милости своей подлой богине, ты пришла пронзить клинком мое сердце. Не клинком, копьем, копьем моей владычицы. Владычица Шар предала ее жизнь в мои руки, я сама с ней разберусь. Ты сама предаешь себя. Стать темным местицаром значит изгнать из своего сердца все, кроме утраты. Ни любви, ни радости, лишь рабское служение. Разумеется, до того неминуемого дня, когда она отбросит тебя за ненадобностью. И это далеко не все, что она от тебя скрывает. Ужасная цена крови, которая может пасть на тебя и после моей смерти. Ты чувствуешь, как вздрагивает Шэдоу Хат. Это что-то, что для нее важно. Но ваша связь сильна. Ты еще можешь убедить ее свернуть в пути долго на стезю света. Впрочем, и сама песня ночи видит, что ты не знаешь, как тебе поступить. И хотя в сердце ее бушует ярость, она отлично понимает, что решается ее судьба. Ну-ка, если довериться Шэдоу Хат, то что она выберет? Она убьет? Я просто протестирую. Так, 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 что это там у тебя? Шэдоу Хат одобряет. Копье, чтобы пронзить мое сердце. Да, копье, напитанное силой твоей покровительницы. Копье, которым она послала тебя убить, дочь богини. Знаешь ли ты, кто я, маленькая убийца? Ибо я знаю, кто ты. Девочка, заблудившаяся в ночном лесу. Девочка, испугавшаяся волков. Что ты сказала? Ты ждешь, что она дарит тебя великими дарами, не правда ли? Но знаешь ли ты, чего она тебя лишила? Что ты знаешь о собственном сердце, собственной жизни? Я ощущаю в тебе больше, чем ты знаешь сама о себе. Кем бы ты меня ни считала, все это будет уже неважно, неважно, когда я стану той, кем мне предназначено было стать. Ну-ка, если промолчать, то что будет? Она ее убьет, если я не вмешаюсь? Уважение. Я... Я сделала это, поверить не могу. Владимир Шар отвернется от меня. Что же со мной будет? Ничто с тобой будет, а что ты сама теперь решишь делать. Твое прошлое не утрачено навечно, а твое будущее еще не предопределено. Протяни мне длань дружбы, девочка, считающая себя шариткой, и я брошусь в битву, которая ожидает меня уже целый век. Только после этого, о да, я поведаю тебе, поведаю о многом. О серебряная владычица, услышь меня. А наставляющая на путь лунная дева Салуны, мать той, которую звали Песней Ночи. Песни Ночи больше нет. Я вновь чиста и лучезарна. Ты сделала мне чудесный подарок, маленькая воительница, правда? Любопытно, что ты отказываешься от своей темной владычицы. Быть может, ты уже чувствуешь, как в тебе пробуждается истина. Но это потом, нам еще предстоит битва. Тебе удалось совершить невозможное, освободить меня после целого века страданий. Твоя сила велика, и оружие твое должно быть ей подстать. Выбери, чем бы тебе хотелось владеть, и лунная дева даст тебе желаемое. Так говорю я, и так будет. Готова ли ты? Почему? Убить Кетерика Торма. Нам нужно идти. После того, что мы совершили, владычицы Шар не потерпят нас здесь. Если Шара разгневалась, она на удивление хорошо сдерживает свой гнев. Это-то меня и пугает. Она должна была разгневаться, но я это не чувствую и не слышу. Только тишину. Пожалуйста, давай идем отсюда. Что бы нас ни ожидало, я не хочу находиться в сердце царства теней, когда это что-то нас отыщет. Песня ночи отправится в лунные башни. Нам тоже стоит добраться туда и посмотреть, что она обрушит на голову Кетерика Торма. Награда. Свет лунной девы. Мы освободили песню ночи и получили благословение от Селуны за спасение дочери. Лунная глефа. Редкий. Режущая, некротический, лучистый лунная глефа сияет. Этот объект излучает сияющий свет в радиусе 6 метров. Это оружие дар песни ночи ее лунной богини. В его изгибах, линиях и контурах серебристо-белая красота. Подобная ночному светилу, что каждую ночь поднимается на темный небосвод. Дополнительная дальность, двуручная глефа. Очень крутое. Ну я очень доволен, что у меня Шадо Ухат сама приняла такое решение. А я не за ноздри ее заставил. Впрочем, даже если бы я заставил ее за ноздри, это тоже норм. Иногда нужно помогать принять верное решение после стольких лет. Ее растили во тьме. Просто это удивительно, что у нее хватило чего-то, чтобы принять такое решение. Просто потрясающе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Могучая союзница, хороший выбор, Шадо Ухат. Теперь она свободна, а Кейтерик остался беззащитным. Нам остается только нанести удар. Там, кстати, еще одна табличка есть вот здесь. Что тут сказано? Возвысь в ее серебряной крови. Ага, там еще одна я вижу невидимая табличка. Она даже на альт не подсвечивается. Ну-ка, что тут там у нас? Пронзить луну. Пронизи, блин, сама себя. Выход из царства теней. Фух. Умоляю, госпожа, простите меня. Шадоу Харт, что случилось? Она какое-то время пропала. Дочь тьмы. Я... Я уж думала, мне конец. Мне даже показалось, что я уже умерла. Я похожа на какой-то ужасный сон. Но это же по-настоящему, да? Я стояла перед песней ночи, слышала слова владычицы Шар и не выполнила ее волю. И не просто не выполнила. Хуже того, я бросила ей вызов. И все это из-за Асимар. Я пыталась уйти, но Шар не позволила мне. Наказала меня за то, что я ее подвела. Я думала, что знаю, как много боли может принести неизлечимая рана. Но я ошибалась. Я будто испытала огонь у тысячи людей разом. Моя кровь кипела, волосы были охвачены огнем. Я боялась, что собственными ногтями освежу ее себе лицо. Но затем она отпустила меня, скорее выгнала. Сказала, что я изгой, что все ее дети будут знать обо мне и поносить меня. Я осталась одна. Шадохат выглядит сильно расстроенной. Ее бросила и богиня, и все бывшие союзники. Что дает божественной магии признать, кто дает ей силы. Теперь это может сломать ее волю. А ей дает либо дочь Селуна, либо Селуна? Если тебя это утешит, я думаю, ты поступила правильно. Хорошо иметь такую уверенность. А я думаю, что мне еще предстоит заплатить за то, что я сделала. Теперь я цель последователей, владычицы Шар. Песня ночи обещала рассказать кое-что обо мне. Надо поговорить с ней как можно скорее. То, что она сказала мне тогда в «Царстве теней» и про волков, это не совпадение. Она отправилась выслеживать Кетрика Торма. Мне остается только одно — помочь ускорить его гибель и надеяться, что вскоре за этим последуют ответы. Как ты себя чувствуешь? И ты еще спрашиваешь? Извини, у меня столько мыслей сразу. «Царство теней», «Песня ночи». Я больше ни о чем думать не могу. Я за тебя переживаю, ты сама не своя. Ты попал в точку, может, и сам того не желая. Я совсем не уверена, что та же, кем была раньше. Шэдухат, который я себе читала, даже не помыслила бы о том, чтобы пойти наперекор владычицы «Шар». Я сама себя не знаю. Чем скорее я поговорю с «Песней ночи», тем скорее узнаю, что ждет меня в будущем. Если, конечно, у меня вообще есть будущее. Фух. Вот это да. Так, вход в мавзолей, последний свет. Много тут всего. Похоже, все сюда тоже вышли. Будут сейчас готовиться. Так, я же могу долгий отдых использовать. Потому что я полностью обесточен. Приступы дурноты накатывают раз за разом. Желчь подступает к горлу. Каждый миг очередной приступ. Твои спутники спят блаженными кусками мяса. Она думает, что здесь-то никакие чудовища до нее уже не доберутся. Дуреха. Мой господин, способен на большее. Не подходи к ней. Не подходи к ней. Я ее и когтем не коснусь. Не посмею лишить вас такого наслаждения. Я не могу тебя об этом, дуреха. Ваш разум ловко сочиняет трагедию прямо сейчас, во время нашего разговора. Подавленный соблазн жаждет убийства. И сегодня убийство произойдет. Стоит закрыть глаза, и самое дорогое вам существо постигнет жестокая смерть. Не люблю ее, нет, этого не будет. Да, думаю, так и будет. Нет, я лучше убью жрицу, если уж кого-то непременно надо убить. Я намереваюсь похитить Изабель, живой. Я не тронула Изабель пальцем, значит я могу держать себя в руках. Обман, ты ошибся в оценке моих устремлений. Я намного ближе к Астариону. Ты ошибаешься, она мне совершенно безразлична. Блин, я вообще без понятия. Я не тронула Изабель пальцем, значит я могу держать себя в руках. Именно потому, что вы ее не коснулись, вы столь ненасытные. Ваш темный соблазн призовет смерть так или иначе сегодня ночью. Она все равно почти труп, и никакая любовь ее уже не спасет. Уже не ваша точно. Она должна жить, она еще не знает, как я к ней отношусь. Нет такой проблемы, которую мы бы не решили вместе, ты недооцениваешь нас. Считать кого-то другого равным себе, это ошибка. Мой долг убедиться, что хозяин принимает верные решения. То, как вы сопротивлялись убийству лунной девы, это было страшное разочарование. Это убийство можно совершить предновременно. Тогда оно будет воспринято как достойное подношение, и награда будет вашей. Я ее спасу, чего бы это не стоило. Я не сомневаюсь, что все будет обставлено достойно, как приличествует вашему положению. Спокойной ночи, дрожающий господин. Твой спутник спит мирно и беззаботно. Потянуться, чтобы стряхнуть ее за плечо и разбудить. Твоя рука приближается к ее телу и начинает дрожать. Она жаждет сомкнуться у нее на горле. Уступить темному соблазну? Нет. Испытание устоять перед искушением, разбудить ее. Привет, любовь моя. Что, кошмар приснился? Ты жутко выглядишь, в чем дело? Сейчас не время для разговоров, мне нужно тебя защитить. Омерзительный тип явился ко мне среди ночи и сказал ужасную вещь. Тебе грозит опасность, у нас мало времени. Омерзительный тип явился ко мне среди ночи и сказал ужасную вещь. Убью, гаденыш, так в чем дело? Пока ты рассказываешь, устал сохранить этого тяга. Голова кружится, ее пронзает невыносимая боль. Зверь, что убил Альфиру, подаст голос снова. Мой одержимый разум убьет тебя. Безумие владеет моим телом, помимо моей воли я убью тебя. На мне лежит проклятие. Стоит мне заснуть, я попытаюсь тебя убить. Я убью кого-то, кем дрожусь сильнее всего на свете, тебя, если ты мне не помешаешь. Зверь, что убил Альфиру, подаст голос снова. Мой одержимый разум убьет тебя. Это я настолько тебя с ума вожу, да? Послушай, мы все сделаем, чтобы никто из нас не пострадал. Я тебе обещаю. Что тебе стоило сказать мне об этом раньше? Я раньше смогла помочь, как ты мне в свое время. Как ты мне в свое время. Может, тогда Альфира осталась бы с нами. Ну ладно, мы сейчас здесь вместе, и мы что-нибудь придумаем. Внезапно тебя начинает клонить сон. Перед глазами все смутится. Все мутится, наливается желтой желчью, и ты погружаешься в тяжелое забытие. Ты уже не ты, ты больше себя не контролируешь. Солдат, смирно, приказа сходить с ума не было. Испытание, попытаться остаться с собой и показать, что ты все понимаешь. Попытаться ее укусить. Больше всего сейчас мне хочется тебя выпотрошить и сажать. Я выковырю эту зорьки и глаза и скормлю их собакам. Жесть. Испытание, попытаться остаться с собой и показать, что ты все понимаешь. Фух. Так, 21 успех. Ты справишься, я с тобой, и я тебя не отпущу. Твоя кровь свернется для меня, подобно жидким рубинам раны, которые я на тебя ставлю вдоволь насытиться твоей кровью, зарычать. Попытаться выразить благодарность. Попытаться выразить благодарность. 18. Благодарить будешь, когда мы переживем эту ночь. Ночь проходит в поту и тошноте, но без крови. Твой разум вновь принадлежит тебе. Ну вот и все, судьба Альфиры никого из нас не постигла. Это ты, это снова ты, любовь моя? Рассказать правду, ты отчаянно сопротивляешься подзывам темного соблазна. Рассказать обо всем, перекладывая вину на дворецкого. Рассказать о своем соблазне, во всем виновата твоя прежняя жизнь. Схлипнуть и ничего не говорить. Рассказать правду. Рассказать правду. Мы преодолеем все это вместе. Я буду нас защищать. Мы ускользнем от злого рока, как два прогульщика, сбежавшие летом на пляж. В твоих глазах я лучше, чем я есть, но я постараюсь не разочаровать тебя. Мы справимся и выживем. Скорее, как два таракана в апокалипсис. Но какая разница? Ты точно не отдаешь мне заскучать. Поэтому я за тебя и держусь. Так, так, спокойно. Все, я никого не убил. Соблазн. Фу, блин, меня аж это самое трясет. Мне писали в комментах, короче, что вообще никак этого не обойти. Я вот этого боялся. То есть, сейчас уже я могу проспойлерить, о чем мне сказали. Что в любом случае я убью либо эту жрицу прекрасную, помните, да, которая защищает эту таверну куполом. Если я откажусь ее убить, то в любом случае убью того, кого люблю. В данном случае, получается, Карлах. Но я выполнил все квесты Карлах. Может быть, это как бы пустило развитие по какому-то уникальному пути. Так, давайте посмотрим. Мы освободили песню ночи. Она полетела через пораженные темным проклятием земли к лунным башням, где намерена встретиться с Кетериком Тормом. Она намерена отомстить Кетерику Торму. Знаете, откуда берутся паразиты. Чем дальше мы путешествуем, тем меньше, кажется, наши шансы на исцеление. Но выбора нет, надо продолжать. Паразиты, судя по всему, берутся из лунных башен. Возможно, наш единственный шанс исцелиться – это проникнуть туда и таскать источник зла. Соблазн. Дворец кидал тебе еще один шанс убить твою возлюбленную. Но нет, тебе приспичило провести ночь в путах, изображая жалкого, присмыкающегося слезняка. Как недостойно. А думайся, ты еще можешь стать выше этой вопящей кучи плоти. А тебя ждет величие. Подумай о своем поведении. Найти песню ночи. Мы нашли песню ночи, но это казалось не артефакт, а живая женщина, заключенная в клетку в царстве теней. Зачем она отпадывалась волшебнику из Ладбалдура? Дочь тьмы. Шар наказала Шадоухат, лишив ее всех милости и изгнав из своей церкви. Теперь все шариты будут считать ее изгоем и врагом. Все, что остается Шадоухат, это обратиться за светом к песне ночи. Или к деве Эйлен, как ее называют, и выслушать ответы, которые та может дать. Избранница Шар. Мы убедили Шадоухата слушаться Шар и освободить песню ночи. Чтобы стать темным местициаром, Шадоухат, скорее всего, столкнется с суровыми последствиями своих действий. Фух. Да, Карлах жива, Карлах жива. Насчет того, что произошло, твоего недуга, я знаю, что ты сожалеешь, и ты, вероятно, боишься, что это повторится снова. Я позабочусь о себе, а ты смотри за собой. Если каждый из нас постарается, все будет в порядке. Я чуть не убил тебя, когда тьма завладела мной. Я боюсь, что это может случиться вновь. Я позабочусь о себе. Так. Я обещаю. Может быть, нужно с ней отношения будет завершить в следующий раз, чтобы ее спасти. Вдруг в следующий раз будет очень сильнее этот припадок, блин. Жуть. Но там не написано, что жрица. Опа. Жрицы нету. Она здесь была. Но, может быть, это просто по квесту продвижения. Я надеюсь на это. Блин. Дайте мне в фаверну все-таки сходить. Я не могу. Вот это еще там происходит. Кто пролетел по нему? Да, слушай, она жива. Вот она сразу нас встречает. Отлично. Песня ночи. Бессмертная, которую Кейтерик держал в плену в Царстве Теней. Бессмертная, но неужели? Впрочем, ладно, это не важно. Важно то, что он загнан в угол. Джахира собрала всех, кто способен сражаться. И отправилась к лунным башням, чтобы сразиться с Кейтериком. Она ждет тебя там. Поставь в этом деле точку. Немедленно. Мы все рассчитываем на тебя. Фух, и она жива. Блин, все живы. Охереть. Да защитите тебя, лунная дева. Так, лунная глефа. Ладно, пусть пока у меня будет. Но эти два явно больше урона наносят. Но все равно. Крутая глефа. Лунные мотыльки. Нанесите противник удар, призав иллюзорные рои бледных, как луна мотыльков. Это даст вам преимущество перед атакой по этой цели. Насите дополнительный психический урон, равный вашему бонусу умению. Когда враг удаляется от вашей иллюзии, он получает 1.6. Странно, какая иллюзия. Не важно. Важно, что все живы. Фух. Реально, тут все пусто. Все ушли штурмовать эти лунные башни. И скоро мы к ним присоединимся. Кто в лайк и коммент, молодец. А видосику конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова